всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать кмс wordpress и это урок номер 8 в этом уроке подготовка seo подготовка к созданию статьи публикации статьи то есть записи на wordpress прошлом видео я вам говорил что для написания текста нужно воспользоваться бесплатной хорошей программой от вега сегодня поговорим про заголовки про картинки про оптимизацию seo-оптимизацию плюс еще оптимизацию скорости сайта до быстродействия что касается картины потому что в первую очередь сайты нагружают картинки и это непосредственно влияет на все тяжелые сайты не любят поисковики и соответственно сайт дольше грузится влияет это на поведенческие факторы пошло по накатанной на все влиять в отрицательную сторону для нашего сайта для нашего бизнеса так первое давайте начнем как бы сверху потому что у нас идет сначала заголовок потом например картинка потом идет текст про текст мы уже говорили какой должен быть текст а теперь поговорим про заголовки заголовки изначально нужно подбирать специальным сервисом то есть смотрите например у нас есть категория книги да и рубрика так называется и например книги для детей но книги для детей это общее понять общие ключи то есть книги это ключевое слово дети тоже ключевое слово да у каждого ключа есть три понятия высокочастотные среднечастотные и низкочастотные запросы то есть высокочастотные Это когда очень много людей интересуются этим запросом, например, книги. И как узнать, что люди ищут в интернете, именно в Яндексе. Как узнать, какие запросы люди вводят и сколько их вводят за определенный промежуток времени. Нам нужно этим пользоваться, нам нужно это знать, чтобы наши статьи лучше попадали в поиск и нас быстрее находили. То есть это опять-таки внутренняя оптимизация сайта, SEO-оптимизация. Нам нужно исходить из того, о чем у нас сайт, о чем мы пишем. То есть я, в пример, взял книги для детей. Соответственно, если у нас рубрика называется «Книга для детей», соответственно, сама запись не должна называться «Книги для детей», потому что это, как я уже сказал, общее понятие. Нам нужно понять, как заголовок лучше написать. То есть не просто так, как мы это представляем. Например, книга такого-то автора называется на так-то. А перед публикацией заголовка нам нужно попробовать подыскать, возможно, есть ключевые запросы, которые уже вводят в поисковую строку Яндекса, чтобы найти ту или иную книгу. Для этого есть специальный сервис. Переходим вот на такую страницу. Это wordstat.yandex.ru. Это сервис, бесплатный сервис от Яндекса. Здесь мы подбираем с вами все заголовки, то есть стараемся подбирать для всех наших будущих статей, для нашего блога на WordPress. Если вы об этом не знали, для вас сейчас это будет полезно. Вот в этой строке, если мы просто напишем «Книги для детей», проверяйте, чтобы не было ошибок, иначе вы потом подумаете, что запросов не было, если вы сразу ошибку не увидите. И нажимаем на кнопку «Подобрать». И смотрим, помимо нашего запроса, есть вспомогательные какие-то запросы, которые вбивали люди. Нам интересует именно верхний вариант. Вот этот вот. Не смотрим, что там стоит плюс, не обращаем на это внимания. И смотрим, вот смотрите, показов в месяц. Это очень много, да? Но вот эта верхняя цифра – это общее значение всех нижних вот этих вот приведенных значений. Чтобы определить точное вхождение, нам нужно вот этот наш ключевой запрос поместить вот в такие вот кавычки, да? То есть в начале поставить и в конце. Нажимаем снова «Подобрать» и смотрим уже вот сюда. То есть гораздо меньше, да? Но тут уже показано именно точное вхождение в месяц. 1582 показа в месяц. Вот. Это нам подошло бы, например, для рубрики. То есть это общий заголовок. Соответственно, для именно нашей статьи, нашей записи, смотря о чем мы пишем, мы уже отталкиваемся. Сможем мы здесь подобрать ключевой запрос или нет? То есть это нужно сделать даже до написания статьи, потому что вот этот ключевой запрос, если мы будем использовать его в заголовке, он обязательно должен встречаться и в самой статье, в самой записи. У нас есть шанс, если у нас статья подходит, и мы можем здесь подобрать к нашей статье какой-то заголовок, который здесь будут искать, это очень хорошо. Если все же у нас не получается изменить заголовок, то есть он получается какой-то нерелевантный, и не получается нам найти, то есть здесь ноль может показываться, да? Или очень мало. Тогда мы просто берем тот заголовок, который нам подходит. То есть это может быть название книги или что можно писать в заголовок, там автора, название книги, да? То есть как мы уже хотим, тогда нам придется вписывать, потому что, ну так нас не ищут. Специально как-то искажать заголовок, чтобы найти здесь вот цифру, да? Тоже не очень хорошо. То есть вводить в заблуждение нельзя людей. То есть если мы будем только по ключевике вбивать, а на самом деле статья будет отличаться от заголовка, да? Людей не обманешь. Сразу говорю, лучше так не делать. Человек тут же будет понимать, что здесь что-то не так, и будет уходить, закрывать ваш сайт, искать другое. В первую очередь мы отталкиваемся с вами от людей. Заголовок должен быть релевантный. То есть заголовок и максимально близкое описание этому заголовку, то есть это текст статьи, да? Это мы должны учитывать. Также нам подсказкой может работать вот эти вот запросы, которые выскакивают каждый раз, когда мы что-то здесь ищем. Они могут нам реально помочь. Тогда мы кликаем на интересующий нас ключевой вот этот вот запрос. Он сразу здесь отображается. Можем также в кавычки взять его и нажать еще раз подобрать. И видим точное вхождение. Соответственно, высокочастотный запрос, когда вот здесь большая цифра. Среднечастотная, ну, ниже цифра, да? И очень мало там. В зависимости еще, конечно, от тематики. Когда до 100, до 200, это может стать низкий частотный запрос. И вот, если у вас тема слишком конкурентная, опять же, чтобы понять, конкурентна ли у вас тема вашего сайта, это нужно специально анализировать также через, например, Google, через Яндекс. Если вы сами не знаете, насколько конкурентна ваша тематика. Если вы слишком конкурентны, например, сайт «Пластиковые окна» или «Кондиционеры». Опять же, если вы находитесь в Москве, и вам нужно сайт по Москве рекламировать. Это очень высококонкурентные запросы «Пластиковые окна» и «Кондиционеры». Соответственно, чтобы продвинуться статьями как бы в топ Яндекса, нам нужно будет здесь подбирать низкочастотные запросы по нашей теме. Высококонкурентными запросами мы так просто не сможем конкурировать с сайтами, которые годами уже существуют, и их позиции находятся в топе Яндекса, в топе 10, да? То есть нам нужно вот этот момент тоже понимать. Итак, мы разобрались с вами с заголовками и с текстом. Теперь обязательно нужны изображения, причем не одно. Я в качестве теста взял вот это изображение, да, просто здание. Поговорим про оптимизацию, про размеры. Сейчас изображение у меня очень большое, Full HD, 1920х1080 пикселей. Для нашего сайта это очень много. Мы будем это урезать. Я использую последнюю версию фотошопа на момент записи видео. Мы просто перетаскиваем сюда изображение, нам нужно его ужать. Мы просто переходим в файл, экспортировать, и вот здесь вот сохранить для веб. У нас всплывает дополнительное окно. Первое. Мы всегда сохраняем изображение вот здесь вот только в JPEG. Убедитесь, что у вас здесь выставлено. Никакого PNG, мы не берем PNG, изображение тяжелое. Нам, это специфическое изображение, где нам нужно учитывать прозрачный фон. Но так как у нас нет прозрачного фона, и вам это если не нужен прозрачный фон, то всегда используем JPEG. Ни GIF, ни какие другие форматы, только JPEG. Вот здесь мы выбираем очень высокое качество. Сразу как мы это выберем, вот здесь вот подставляется 80. То есть если наилучшее, здесь мы видим, меняется 100. Также мы можем просто ползунком вот здесь убравить до 80, и здесь тоже сменится. Очень высокое. Смотрите, этого мало, да? Вот здесь мы видим, внизу показан размер. 1,049 МБ. Для штатного изображения одной записи это очень большое. Но у нас потому, что здесь еще Full HD. По поводу размеров вот здесь, здесь нужно отталкиваться от вашей темы. Здесь вам придется поиграться. Здесь нет универсального совета. Я возьму 500 по ширине, и высота у меня автоматически выставляется. Если она у вас тут автоматически не выставляется в пропорциях, значит вот здесь у вас разжата скрепочка. Кликните по ней, и тогда высота будет автоматически подгоняться. Вы видите сейчас вот это изображение. Это среднее такое изображение для записи. Оно достаточно, ну, подойдет. Сразу вот здесь меняется размер. 95 и 64 килобайта. Мы можем еще его ужать. Максимально нужно ужать. Но нам нужно при этом сохранить качество изображения. Сам Photoshop, если мы начнем сейчас играться высокое, 60, среднее, он убивает качество. И сам Photoshop не справляется с оптимизацией, если у нас не стоят специальные плагины здесь. Поэтому в Photoshop мы всегда ужимаем очень высокое качество, 80. И нажимаем сохранить. Не забываем, что вот здесь выставляю 500. Пока тоже выставляете 500. Смотрите, какая у вас тема, как там лучше смотрится картинка, менять уру статьи. То есть позже посмотрим. И от этого отталкиваемся именно размерами. Если она маленькая, некрасиво смотрится, там пробел сбоку остается, значит, размеры здесь играемся. Меняем другие размеры. Пока мы учимся, берем 500. Все сохранить. И сохраняем. По поводу названия изображения. Смотрите. Имя файла. Ни в коем случае не используем русские буквы. И сейчас именно SEO название. Здесь лучше в названии, прям вот в названии картинки, прописать название, заголовка нашей записи. Именно латиницей. Если несколько слов используется в изображении, то нужно разделить это нижним подчеркиванием. Здесь пример вы сейчас видите. Демо запись. То есть у меня заголовок записи по-русски называется демо запись. Но это я тестировал. Соответственно, на латинице я вот так переименовал. Демо, нижнее подчеркивано, запись. То есть это, что касается SEO. То есть прямо вот здесь, в имя файла, до точки, вы вот так все удаляете. И судя из вашего заголовка, на латинице пишите. Вот пример, как у меня. И сохранить. Сразу после этого мы запоминаем вот этот сервис Tinny PNG. Этот сервис оптимизирует JPEG и PNG изображения достаточно сильно, без потери качества. То есть после того, как мы с фотошопа с вами сохранили, все изображения прогоняем здесь. Максимально можно закинуть 20 изображений. Это делаем обязательно. То есть мы просто перетаскиваем изображение вот сюда вот мышкой и отпускаем. Идет компрессия. Показан вот здесь начальный размер изображения. Вот здесь вот конечный. И показано, что 0 сжалось, потому что я это изображение уже прогонял через этот сервис. Это делаем обязательно. Если вы в одну запись хотите поместить, например, до 5 изображений, то все закидывайте, и потом вот скачать все. Он вас в архив запакует, и сразу все файлы вам доскачать на компьютер. То есть оригинальные изображения вы удаляете, а то, что скачали вы отсюда, используем на наш сайт WordPress. На этом данный урок я заканчиваю. Надеюсь, для вас он был интересным и полезным. Увидимся с вами в следующем видео. Итак, как получить премиум-тему для WordPress? Премиум-темы могут получить только активные подписчики моего сайта. Это бесплатно. И это займет всего несколько минут. Для того, чтобы получить премиум-тему, вам необходимо пройти на мой сайт fedorovasilev.ru, адрес, который вы сможете найти в описании под этим видео. Если вы не зарегистрированы на сайт, вы проходите в меню «Вход регистрация» вот здесь. Если вы не зарегистрированы, то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка. Еще нет учетной записи. Вопрос. Кликаем по ней. Вам нужно пройти несложную регистрацию. Давайте запишем имя. Пишите, пожалуйста, реальные данные. Я записал имя и логин. Пишем пароль. Подтвердить пароль. Далее. Необходимо выбрать вот здесь ваши интересы. Ну, если вам интересен только WordPress и вы хотите получить премиум-тему прямо сейчас, тогда вы ставите напротив слова «WordPress» галочку. Обратите внимание, что по умолчанию галочка также стоит на Adobe Muse. Если вам эта тема не интересна, галочку снимаем. Ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email. Убедитесь в том, что у вас есть доступ к вашей почте, чтобы вы смогли получить подарок, так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик. Я прописываю почту. Подтвердите почту. Прописывайте то же самое. И поставьте вот здесь вот птичку. Капча. Защитный код. Нужно дождаться вот такой вот галочки. Дальше мы нажимаем «Регистрация». Почти все готово. После обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение. Учетная запись для вас была создана. На указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации. То есть сначала нам нужно подтвердить, что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты. Проходим на почту. Моментально приходит письмо с ссылкой для активации вашей учетной записи. Заходим в письмо. Видим вот такое вот приветственное письмо. Здесь также указан ваш логин и пароль. Ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами. Но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку. Кликаем на нее один раз. Вас перебрасывает на мою страницу fedorvasilev.ru уже вот с таким сообщением. Сообщение. Премиум тема WP. Значит WordPress. В подарок. Успешно отправлено по адресу. То есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком. Проходим обратно в электронную почту. Заходим во входящие. И видим вот такое вот письмо. Внимание. Если это письмо не пришло сразу, подождите 10 минут. Если письма не придет, проверьте папку спам. Если и там его не будет, только тогда напишите мне на почту. Почта также указана под каждым роликом моим в YouTube. Или почта указана на сайте на моем fedorvasilev.ru. Пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо. Кликаем по письму премиум темы WP в подарок. И вуаля. Вот ссылка на закачку темы. Кликайте на нее и скачивайте тему себе. Я вас поздравляю. Теперь информация для тех, кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку в WordPress и получить премиум тему. Что делать вам? Вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация. Если вы уже зарегистрированы, вводите свой логин и пароль, нажимаете войти. Прокручивайте страницу в самый низ. Здесь внизу находите ссылку управление подписками. Кликайте по ней. Прокрутим чуть ниже. Здесь мы также можем подписаться на любую рассылку, которая нас интересует. В данном случае это WordPress. Вы просто ставите вот здесь вот да. И нажимаете ниже кнопку сохранить изменения. С этих пор вы будете получать информацию дополнительную, возможно, о выходе каких-то видеокурсах на тему именно WordPress по данной рассылке. И также вам должно прийти в автоматическом режиме, после нажатия на кнопку сохранить изменения, письмо с данной темой. Опять же, подождите 10 минут. Если письмо не пришло, проверьте папку спам. Если и там нет, тогда пишем на мою почту. Почта также указана вот здесь в подвале. Я в ручном режиме отправлю вам письмо. На этом обучение закончено. До новых встреч, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hosting. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok